Работы по благоустройству сквера 50-летия города Видное заняли около месяца. За это время сотрудники МБУ благоустройства заменили брусчатку, высадили газоны, установили центральный элемент с названием, поставили удобные антивандальные скамейки из экоматериалов. Оценил все преимущества обновленные зоны отдыха депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук. Новые светильники, они такие тоже разноцветные, особенно когда проезжаешь ночью, он так красиво смотрится, мигает, в общем-то, отвечает, мне кажется, таким очень изысканным вкусом. Далее Владимир Жук отправился в ЖК Купеленка. Игровой комплекс площадью около тысячи квадратных метров вместо устаревшей детской площадки с аварийными элементами. Вот уже почти месяц радует юных жителей микрорайона. Здесь была площадка, она еще была построена застройщиком, то есть, соответственно, был передан в муниципалитет, ну и площадка, она очень много было аварийных элементов, которые мы убирали, да, то есть она уже очень сильно оскуднела из-за того, что как бы эти элементы убирались. Одна лавочка, там даже вдвоем сидишь, но вспомните, у нас было 15 лавочек. По песочнице, конечно, желательно. В ходе встречи депутат принял к сведению все замечания жителей. Поговорили с жителями, есть замечания, надо добавить скамеек, действительно маловато, потому что детей очень много, родители не всем получают место, могут получить на скамейке, поэтому площадок добавим скамеек и попросили песочницы. Песочницы нет, обязательно ее сделаем. Данная детская игровая площадка была целиком модернизирована. С учетом мнений и предложений жителей, было обустроено дополнительные детские игровые элементы. Все поделено на секции, здесь, значит, и для малых групп детей, и для средних, да, но сегодня было принято решение дополнить эту детскую игровую площадку. Сейчас благоустройство игровой зоны на завершающей стадии. Совсем скоро вдоль площадки появится живая изгородь из кустарников. Рекомендация Главного управления содержанием территории ставить не металлические ограждения, а вот живую изгородь. Оно смотрится гораздо эстетичнее, да, то есть и в части обслуживания. На долгосрочную перспективу более экономичная. Такие ограждения будут еще на 10 детских площадках муниципалитета. Стоит отметить, что параллельно в округе обновляют игровые зоны еще по нескольким адресам. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.